Атрофия эндометрия Атрофия эндометрия Это ответная реакция организма на гипоэстрогенное состояние Она проявляется истончением внутреннего слоя матки То есть слизистой оболочки матки И прекращением ее циклического роста И отторжения Обычно это происходит после прекращения регулярных менструальных кровотечений То есть менопаузы Как это происходит? В норме циклические процессы слизистой матки Это увеличение железистого слоя Подготовка к имплантации яйцеклетки А затем отторжение функционального слоя И наступление месячных Регулируются гормонами яичников Это эстрогенами и прогестероном Эти регулярные циклы работы половых желез Также возникают под влиянием гормональных сигналов Поступающих из гипофиза и гепатолянуса Во время климакса способность к геторождению постепенно угасает В результате снижения уровня гормональной стимуляции Перестают происходить ежемесячные разрастания железистого слоя Это одна из причин, по которым забеременеть после менопаузы невозможно Внутренний слой матки, бестимулирующий влияние гормонов Постепенно истончается Происходит атрофия, железная метрия Начинают преобладать элементы соединительной ткани Это не сопровождается какими-либо неприятными ощущениями В некоторых случаях при приеме лекарств Или при хирургическом воздействии на гормональную систему Или при заболеваниях половых органов Наступает искусственная или ранняя менопауза Тогда атрофия эндометрия развивается в репродуктивном возрасте Она может быть как временной, так и необратимой И сопровождается бесплодием В норме описываемый процесс Начинается в возрасте 45-47 лет И продолжается еще около 10 лет После прекращения менструации Хорошо выраженные атрофические явления Характерные для женщин пожилого возраста Развитие возрастной атрофии эндометрия В интервале с момента появления первых симптомов климакса В течение двух лет после последней менструации Внутренний слой матки постепенно теряет свои функциональные свойства До наступления менопаузы В период период менопаузы При гистологическом исследовании Эндометриальной ткани То есть слизистой полости матки Могут отмечаться такие признаки Сочетание нефункционирующего, не работающего Эндометрии со слабо выраженной железной гиперплазией Которые развиваются под влиянием небольшого количества гормона эстрогена Распределение желез неравномерное Некоторые из них представляют собой округлые образования Кистозно расширенные Ядры петели в некоторых железах Сположены в один ряд В некоторых в несколько рядов В разных участках определяется Неодинаковая плотность основной ткани Строма Эти изменения являются нормой у женщин Переимена паузального периода После завершения менструации Вначале определяется переходный эпителий А затем атрофичный Характеристика атрофичного эпителия Внешне он почти не отличим от базального слоя То есть он не подвергается циклическим изменениям Строма плотная, сморщенная, богатая Соединительно тканными волокнами И коллагеном В ней содержится незначительное количество желез Они высланы в один ряд Низким цилиндрическим эпителиям Железы внешне напоминают трубочки С узким просветом Развитие трофического процесса Зависит от состояния эндометрия Перед наступлением менопаузы Если во время последнего цикла Наблюдалась недостаточная выраженная фаза пролиферации Первая фаза Или секреции Вторая фаза цикла Развивается простая атрофия эндометрия Кистозная атрофия эндометрия Развивается если до снижения уровня эстрогенов То есть до наступления климакса Имелись нерегулярные пролиферативные процессы Или железно-кистозная гиперплазия То есть патологические процессы Во внутреннем слое матки У части пациенток определяются признаки возрастной дегенерации Кистозное расширение желез Ядра в эпители расположены в несколько рядов Они сморщены В них нет процессов деления В стромальной ткани выражены фиброзные изменения Если менструации давно прекратились И вновь появились кровенистые выделения При исследовании вместо атрофированного слизистого слоя Можно обнаружить эпители с признаками влияния на него эстрогенов Такое состояние возникает в постменопаузе При развитии опухолей яичников или надпочечников Атрофия эндометрия матки возникает Первое По физиологическим, естественным причинам Второе При различных заболеваниях женской, репродуктивной системы Естественным причинам относят возрастные изменения, ведущие к менопаузе Атрофические процессы слизистой матки Тесно связаны с таким признаком, как отсутствие менструации Поэтому к причинам и факторам риска можно отнести Недоразвитие половых органов Опухоли гипофиза и гипоталамуса Приводящие к недостаточной стимуляции развития матки у девочек и девушек Недостаточное питание Истощение Тяжелые стрессы Слишком интенсивные физические нагрузки Большие потери белков Синдром истощенных яичников Гипоэстрогене Удаление яичников При взлокачественной опухоли Или подавление функции яичников Лекарственными препаратами Хронический эндометрит На фоне повторяющихся абортов Выскабливаний полости матки Медикаментозная эндометриальная атрофия При некоторых заболеваниях Сопровождающихся интенсивным кровотечением Врачи назначают данное состояние искусственно Вызывают данное состояние искусственно Это могут быть Либо тяжелый эндометриоз Либо фиброниома Рак молочных желез Планируемые операции на матке В дальнейшем Назначают лекарственные препараты Которые на разном уровне Подавляют эстрогенное влияние На внутренний слой матки На слизистую матку При этом на некоторое время В слизистой развиваются Трофические процессы Основные группы медикаментов Вызывающих временную Искусственную менопаузу Первое Аналоги Гонадотропин Релизинг гормона Золодекс Бусирелин Депо Дифирелин Люкрин Депо Элигард Вторая группа Ингибиторы Продукции Гонадотропных гормонов Донозол Доновал Третья группа Прогистогены Визанна Обычно после завершения курса лечения У женщин Репродуктивного возраста Слизистая матки Восстанавливается самостоятельно Или под влиянием Дополнительно назначенных Гормональных средств Интересен эффект Антиэстрогенного Антиэстрогенного Препарата Тамоксифена Который назначается Женщинам Пожилого возраста При раке груди А также при раке яичников При его использовании Очень часто Толщина эндометрия Парадоксально увеличивается Несмотря на отсутствие Стимулирующего Эстрогенного влияния В это время При микроскопическом исследовании Обнаруживают Кистозную атрофию Верхнего функционального Слоя эндометрия И увеличение толщины Глубокого слоя То есть Гипертлазию строма Важно, что при этом Несмотря на увеличение ЭМЭХа Выскабливание Таким пациентам Не показано Так как имеются все Так как имеются все Так как имеются все Атрофия эндометрия А не его гиперплазия Клинические проявления Симптомы атрофии эндометрия В постминопаузе Одинаковые И независимы от ее причины Естественные или искусственные Это либо укорочение Длительности И снижение Интенсивности Менструальных кровотечений Вплоть до мажущих Но регулярных выделений Либо их отсутствие Вовсе Это бесплодие И привычное Невынашивание беременности При одновременной Атрофии слизистых Шейки матки Влагалища Возможно боль Во время половых контактов И кровенистые выделения При травмах Боль Для данного состояния В общем-то Не характерна Это не воспалительный Не опухолевый процесс Здесь нет Микробного сгрязнения Или избыточного Кровоснабжения Боль может появиться При образовании Внутриматочных Сращений Синехи В результате Длительного течения Хронического Атрофического Процесса Эндометрия И Как следствие Хронического Эндометрита Оспалительного Процесса Спайки Матки Являются Одним из Основных Осложнений Возникающих В результате Атрофических Процессов Слизистой Полости Матки Они могут Никак не Проявляться Клинически Однако Эти сращения Представляют Определенную Опасность Опасность Если процессы Были вызваны Искусственно На время Лечения Разнообразных Гинекологических Заболеваний После восстановления Минструального Цикла Они не исчезают И могут стать Причиной Трудностей Зачатия В этом случае Их рассекают Во время Гестероскопического Исследования Диагностика Главный признак Это уменьшение На УЗИ Признака МФ Отражающего Его толщину Менее 5 мм Если женщина Имеет Соответствующий Возраст Это не опасно И не подлежит Лечению Наблюдение Требует Лишь сочетание Атрофии Эндометрия С Сирозометрией В данном Возрастном Периоде Это скопление Жидкости В полости Матки Такие Такие Состояния Могут быть Первым Признаком Дальнейшей Патологии Внутреннего Маточного Слоя Если Атрофические Изменения Определяются У женщин Репродуктивного Возраста И не имеют Явной причины Необходимо Дополнительное Обследование Гинекологический Осмотр Это создание Гормональные Процессы И тем Самым Стимулируя Образование Желез Эндометрия Это Гистероскопическое Рассечение Синехи Спаек Препятствующих Нормальному Течению Беременности Курсовая Гормональная Терапия Длится Обычно 3-4 Цикла После Нее Процессы Матки Восстанавливаются И женщина Может забеременеть Профилактика Атрофия Эндометрия В репродуктивном Периоде Это Полноценное Питание Не изнурять Себя Физическими Тренировками Или Голоданием Избегать Абортов И инфекций Половых Органов Это Регулятное Диспансерное Наблюдение Гинеколога Это Своевременное Обращение К врачу При изменении Характера Менструального Цикла Если Вы хотите Быструю И качественную Помощь Есть смысл Обращаться В специализированные Учреждения Наша клиника Располагает Современным Оборудованием Наши услуги Кническое Обследование Проведение Лабораторных Анализов Выполнение Инструментальных Диагностических Процедур В том числе УЗИ Органов Малого Таза Назначение Лечения Выполнение Лечебных Процедур При хроническом Течении Процесса Физиотерапия Инстилляция И так далее И так далее Продолжение следует...